Меховые, милые, издают забавные звуки. Конечно же, речь про эвоков. Эта раса с луной Эндера помогла Альянсу Повстанцев одолеть размещенные на планете войска Империи, после чего был взорван генератор щита второй звезды смерти. Но все почему-то забывают, что эти милые создания не гнушаются жертвоприношениями, сжигая своих жертв живьем на костре. Достаточно жестоко вы не находите? Таскины или Народ Песков имеет ритуал под названием Обряд Крови. Каждый член племени обязан пройти его. Таскин демонстрирует свои навыки охоты, ловя определенную жертву. Обычно это местные животные, но большим почетом пользуются разумные существа, например, люди. Пойманную жертву пытают. Пытки растягиваются на многие недели. В процессе используются различные болевые техники. А итог всегда один – смерть. Сорлак ловит жертву длинными щупальцами и затягивает в пасть. Попадая в желудок, жертва остается живой и медленно поглощается. Под действием нейротоксина, пища перестает сопротивляться и остается неподвижной в кислотной среде желудка. Питательные вещества поддерживают жизнь жертвы, в то время как она переваривается в страшных муках. Световой меч – незаменимое оружие джедаев и ситов. Соприкасаясь с частью тела, световой меч рассекает ее, как раскаленный нож масла. Раны, нанесенные световым мечом, никогда не кровоточит, так как ленок полностью прижигает их. Ранкор – большие теплокровные полуразумные рептилии. Высоту достигает около 5 метров, имеют длинные руки, огромные челюсти и прочную шкуру, которая может выдержать попадание из бластерного оружия. Являются превосходными хищниками. Самый известный пример использования ранкора – яма во дворце Хатта Джабы, в которую он сбрасывал всех неугодных и провинившихся. Поймав добычу, ранкор либо ест ее по частям, либо проглатывает целиком. Дианога – большой головоногий моллюск, достигающий в длину до 10 метров. Каждая особь имеет глазной стебель и 7 щупалец для сбора мусора, который является их основным рационом. Несмотря на то, что дианоги – спокойные и мирные создания, в основном питающиеся отходами, при ощущении сильного голода или когда кто-то нарушает их территорию, они могут напасть, окутав жертву своими щупальцами и утащить под воду, что чаще всего приводит к смерти. Удушья силой – прием используется, чтобы сдавить горло жертвы с помощью силы. Можно как просто заставить жертву задыхаться на короткий промежуток времени, так и продлив захват, привести жертву в бессознательное состояние. Более длительное использование удушья приводит к достаточно мучительной смерти. Данный прием чаще всего используется в пытках для нанесения вреда и серьезных повреждений. Экзагорт – космические слизни, обитающие в пещерах и кратерах на астероидах. Питаются минералами из самих астероидов, миноками и случайно пролетающими космическими кораблями. В среднем они достигают 10-метровой длины, но бывают и исключения в виде километровых особей. Бевел Лемелеск Лемелеску получили создать станцию, способную уничтожать целые планеты. Так появилась Звезда Смерти. Когда повстанцы, используя недочет конструкции, смогли ее уничтожить, император в ярости убил Лемелеска, скормив его жуком-пираним. Через какое-то время Лемелеск очнулся в теле клона, в которое Палпатин, используя алхимию ситов, перенес его сознание. Поручив горе-инженеру создание второй Звезды Смерти, Палпатин по разным причинам убивал Лемелеска еще 6 раз и снова создавал в виде клона. Молнии силы используются как для пыток, так и для оглушения или убийства. Попадая в жертву, молния причиняет невыносимые страдания, заставляя человека корчиться в агонии. Мощный разряд может сжечь цель заживо, превратив ее в обугленный кусок плоти. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо и да пребудет с вами Сила. До встречи!